Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арифьева смотрите сегодня выпуски. Российский бренд выпустил беспроводные наушники. Новые двигатели для самолета «Сухой Суперджет» прошел испытание. Новые ограничения в «Эп-стор». Об этом и не только в ближайшие минуты. Российская компания выпустит беспроводные наушники. Бренд «Иной» анонсировал бюджетные беспроводные наушники. Как сообщается на сайте компании, с помощью устройства можно не только слушать музыку, но и принимать звонки. Наушники оснащены микрофонами и технологией шумоподавления. Гарнитура подключается к смартфону по блютуз на расстоянии до 10 метров. В режиме активного использования наушники проработают примерно 2,5 часа, после чего потребуется подзарядка. Заявленная стоимость менее полутора тысяч рублей. В этой ценовой категории у гарнитуры «Иной» будет немало конкурентов. По самым скромным подсчетам, более двух десятков брендов сегодня предлагают бюджетные беспроводные наушники по такой же стоимости или ниже. В основном это китайские гаджеты, такие как «Digma», «QCI», «Access Style» и многие другие. Впрочем, наушники российского бренда «Иной» вероятнее всего тоже производятся в Китае, как и другая техника этой компании. Напомним, ранее «Иной» также запустил в продажу бюджетные смартфоны. Две модели с одинаковым функционалом, стоимостью до 6 тысяч рублей, различаются лишь размером экрана и объемом встроенной памяти. Оба гаджета производятся в Китае. Они оснащены тыловой камерой на 5 мегапикселей и фронтальной на 2 мегапикселя. Имеют приличный для своего сегмента аккумулятор на 2,5 мАч. Существенный недостаток этих смартфонов – отсутствие 4G. Новый двигатель для самолета «Сухой Суперджет» прошел испытание. Как сообщает Ростех, объединенная двигательная корпорация успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Именно он должен стать сердцем «Суперджета-100». Напомним, этот ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет рассчитан на сотню мест и на дальность полета до 4600 километров. Серийное производство этого самолета на сегодня осложнено из-за санкций, поскольку значительная часть комплектующих для этой модели поставляется из-за рубежа. На разработку и производство отечественных аналогов потребуется время. Ростех планирует наладить производство импортозамещенных самолетов «Сухой Суперджет-100» к 2024 году. Об этом ранее сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Также в 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета «Сухой Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно. В Ростехе отметили, что завершение стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8 – это важнейший этап разработки. Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланировано испытания двигателя в составе летающей лаборатории и комплекс инженерно-технических расчетов. Жители России больше не могут совершать покупки в App Store по номеру телефона. На новые ограничения оплаты в магазине приложений пожаловались многие пользователи яблочных гаджетов. Напомним, после того, как российские банковские карты перестали принимать в App Store, единственным способом совершать покупки в этом магазине приложений оставалась оплата по номеру телефона. Но теперь и этот способ становится недоступным. Как передает издание Hightech Mail.ru, абоненты ряда мобильных операторов сообщают, что больше не могут поколнить счет Apple ID. Пока неизвестно, является ли это техническим сбоем или намеренной блокировкой Apple. Напомним, ранее магазин приложений Google Play ограничил для россиян возможность скачивать платные приложения. Ограничения вступили в силу с 5 мая. Российские пользователи больше не могут загружать и обновлять платные мобильные приложения через Google Play. Действующие подписки будут работать до окончания их срока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова